Вы смотрите MarketWatch это краткий обзор главных событий мира финансов. Сегодня начнем с рынка криптовалют, который вновь привлекает внимание инвесторов. И если в последние пару месяцев мы наблюдали стремительный рост, то в понедельник произошел действительно сильный обвал биткоина. Ранее мы неоднократно говорили о риске распродаж, который был обусловлен банальным приближением конца календарного года, ведь за текущий год биткоин вырос более чем на 150%, что является очень хорошим поводом для фиксации прибыли по ранее открытым длинным позициям. Учитывая тот факт, что значительных изменений фундаментальных факторов не произошло, 10% обвал котировок это плохой сигнал для покупателей. Несмотря на действительно сильную волну распродаж, которая к тому же не была спровоцирована реальным изменением фундаментальных факторов, тренд все еще остается бычим, но в то же время, текущий обвал крупнейшей криптовалюты является наглядным примером того, что может произойти, если комиссия по ценным бумагам и биржам США откажет по одной из заявок от крупнейших инвестиционных фондов США. Еще одним испытанием для инвесторов может стать отчет по инфляции в США, если же она неожиданно вырастет, то спрос на рисковые активы снизится, ведь в этом случае увеличится вероятность ужесточения монетарной политики ФРС. Также и золото остается в красной зоне, вероятнее всего причин для распродаж драгметалла больше, но полностью исключить факт ликвидации длинных позиций у исторических максимумов не следует. Но также важно учитывать и то, что сценарий с рецессией в США откладывается или как минимум смещается во времени. Напомним, что в последние несколько месяцев активно обсуждался риск рецессии крупнейшей экономики уже в первом квартале 2024 года, тем не менее поступающая статистика из США не подтверждает этого, снижая интерес к золоту, поэтому сегодняшний релиз данных по инфляции в США может оказать влияние на динамику торгов золотом и американской валютой в частности. А в завершении поговорим о рынке нефти, после затяжной волны распродаж, покупателям все же удалось ослабить давление, удержав котировки американского сорта нефти WTI от снижения под уровнем в 70 долларов за баррель, ключевой целью для продавцов выступает отметка в 67 долларов, поэтому дальнейшее замедление темпов роста экономики Китая и появление явных признаков ухудшения ситуации в США может спровоцировать очередную волну распродаж, с этим пытается бороться ОПЕК+, сокращая добычу. Но на данный момент картелю крайне сложно удерживать продавцов, следовательно, дальнейшее направление движения котировок черного золота во многом будет зависеть от состояния экономики США. На этом у меня все, внимательно следите за новостями и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка.